Кто не поставит лайк, тот реально сосиска. Здрасте! У нас тут продолжается золотой колосс, и Иннокентий почему-то захотел прыгнуть нахрен с гаража. Видимо, всё его доконало, только он не знает, что ему ничего не будет, когда он спрыгнет. Ладно, друзья, ближе к делу. На самом деле, очень много событий произошло между сериями, и большое событие ждёт нас сегодня. Не знаю, насколько оно, правда, большое, но я очень долго этого ждал. Я сегодня хочу купить поезд. Есть, правда, одна большая проблема. У нас всего 165 тысяч на балансе, и рейтинг, чтобы купить поезд, нужен рейтинг. А у меня сейчас знаете сколько? У меня сейчас 43. 43 это на 7 меньше, чем 50, если верить математике. Но есть, друзья, одно но. Это активные контракты, и у нас их здесь есть целых 7 штук, и ещё 3 поставки. Я вот, кстати, в прошлой серии сеял сою для того, чтобы выполнить контракт. И никто не обратил внимания, а я обратил внимание только уже на монтаже, что у нас 50 кубов сои-то было. Можно было, короче, не сеять её. Ну ладно, у нас, в общем-то, лишняя соя тогда есть. И есть тогда у нас поставка, я взял поставку. Если нам будет не хватать денег, мы продадим. Правда, немножко дешевле, но всё равно сможем её продать, эту сою. Всё остальное у нас на тепличках, и всего остального у нас будет хватать, когда всё созреет. Созреет, правда, через часов 5 только, но ничего страшного. Ещё у нас, кстати, на поле ячмень растёт, который тоже ещё не созрел, и на него тоже поставка. Если что, если не будет хватать денег, мы продадим. А если будет хватать, то не будем продавать. Соответственно, в тепличном комплексе у нас тоже всё хорошо. Я всего 4 теплички засадил уже вторым сортом. Они со всей силы сейчас плодоносят уже 58%. То есть да, часов 6 ещё осталось им до конца. Я завёз новый грунт, и старый лежит на складе. Я, в общем-то, его не вывозил, потому что хочу поезд. Будем это всё поездом уже делать. Ну и урожай у нас уже дохренища, и его тоже сегодня придётся весь продать. Короче говоря, если верить моим подсчётам, если они правильные, если я нигде не облажался, то с этих 7 контрактов, которые мы сегодня собираемся выполнить, будет доход 686 970 долларов. Точнее, евро. Ха! Я, кстати, поменял на евро, теперь у нас евро, я не буду оговориться. Правда, я уже оговорился. Да, кстати, есть ещё такой неприятный момент. Поезд стоит немножко дороже, чем 686 тысяч, и те 165, которые у нас есть. Но, друзья, вчера, ну то есть от меня сейчас вчера, для вас, если вы только вышла серия, то позавчера, короче, 2 дня назад от того, как вышла серия, да, у нас прошёл стрим. Опять приезжал мой друг Евлампий, и мы с ним упоролись в тюки. Тут, в общем-то, дохрена техники взято в аренду. Мы косили вот эту вот лужайку, тюковали её, обматывали и продавали эти тюки. И 238 штук мы за стрим сделали, а потом я ещё сам упоролся. И уже с помощью валеронов тут тоже немножко покосил. Если открыть карту, то примерно вот так получилось. Тут деревья растут просто, они у нас не выпилены, поэтому не очень удобно было. Но ещё я съездил на другую лужайку, её я тоже покосил. И всё затюковал и обмотал. Правда, с валеронами уже я, в общем-то, им хорошую тюкалку взял. С ними было немножко попроще, они хорошо поработали. Также, кстати, со мной случилась довольно-таки забавная история. Я почему-то решил на эту лужайку ехать через вот это вот замечательное место, а здесь куча грязи. И я здесь утопил всю технику и не смог выехать на ней. Из-за чего я её вызывал, короче, эвакуатор, который за 10 тысяч её отвёз на базу. И можно было потом проехать вот здесь вот рядом. Но мне не хватило на это мозгов, потому что я тупой, и я поехал ещё раз здесь. И, в общем-то, одну косилку я здесь утопил вместе с тюковщиком. И, на самом деле, дешевле, по факту, оказалось взять другую косилку с другим тюковщиком и на ней уже делать всё. А это я бросил здесь. Пускай лежит. Хотя, на самом деле, всё это дерьмо, наверное, стоит сдать. Всё, что мы арендовали, это прицепы для тюков, тюковщики, обмойщики. Вот так вот, всё сдано. Теперь нам это, в общем-то, не надо в ближайшее время. И всю эту дрянь мы, кстати, возили на ферму Кузнецова. Вот здесь это всё можно было продавать по 306, по-моему, долларов. Евро, точнее. Да боже мой. И знаете, сколько тюков сделали валероны? А вот до хрена. И, в общем-то, это всё дело тоже сейчас можно будет продать. И мы заработаем деньги. Можно их, в принципе, вручную покидать. Но мне что-то не очень хочется. Сделаем с помощью Урала, чтобы по фэншую. Я, в общем-то, их не считал, но можно будет потом посчитать по выручке. Потому что считать впадлу. У меня в глазах рябит. Даже ряды эти считать. Их, в общем-то, здесь много. Это валероны всё сделали. Они их сюда привезли, поставили аккуратненько, сложили. Не знаю, каким образом. Но у них хорошо получилось. В общем-то, моё дело это всё дело теперь продать. Да, моё дело это дело. Я люблю такие слова. Только я вот боюсь, что я эту конструкцию сейчас нахрен развалю. Потому что обычно так и происходит. Они же подбираться будут нижние. И что, это всё, что влазит на Урал? Как-то мало. Да, чувствую, придётся мне здесь нормально так покрутиться. Ну и вот, друзья, всё. 550 тысяч у нас на балансе. В общем-то, всего на тюках мы подняли вместе со вчерашним днём 676 тысяч 200. То есть, всего мы продали 238 тюков на стриме. И 314 ещё я привёз сейчас. Итого, 552 тюка. Да, очень много денег ушло на аренду техники. И может быть, если бы не мои фейлы, ушло бы намного меньше. Правда, больше времени пришлось бы потратить. Ну да ладно. Короче, у нас есть 550 тысяч. Это не то, чтобы прям суперская сумма. Но лучше, чем ничего. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» И знаете, друзья, пока я тут носился по карте, от нечего делать. Я случайно наткнулся на этот культиватор. Я знал, что он здесь лежит, потому что каждый подписчик считал своим долгом сказать мне об этом. Но я его не хотел брать на самом деле. Но случайно я на него наткнулся, поэтому мы нашли технику. Я его потом заберу на базу. И, в общем-то, скорее всего, мы им даже будем работать. Есть такая вероятность. А еще, кстати говоря, в прошлой серии мы отреставрировали Стеллу. И на стриме я проезжал пару раз мимо. Но, в общем-то, сейчас она выглядит как новенькая. И все буковки на месте, и колоски на месте. В общем-то, мне не жалко денег за потраченное. Хотя я не обращаю внимания, когда мы здесь проезжаем. Но, короче, она выглядит замечательно. Мне нравится. Главное, что она дала нам 5 рейтинга. А еще, кстати, мы закончили делать все контракты. И на это ушло почти 4 часа. И это ужасно. Кто не поставит лайк, тот реально сосиска. Пишите в комментариях вообще, вот на данный момент, сколько сосисок вы насчитали. Если что, это по формуле количество просмотров минус количество лайкусиков. Мне кажется, много сосисок будет, да. Хотя, на самом деле, сосиски-то я люблю. Ладно, это все лирика. Мы что здесь вообще собрались-то сегодня? Ради чего все это дело мутилось? У нас тут есть железнодорожное депо, где мы будем покупать себе поезд. Потому что у нас уже 50 рейтинга. Надо, кстати, это проверить. Да, рейтинг 50, уже 31 выполненный контракт. А еще, кстати, единичка будет через 2 часа. За то, что я еще 2 часа наиграю. 100 часов уже почти наиграно в этой карьере. Охренеть, просто я тут упоролся. Короче говоря, у нас есть миллион 200, и нам надо купить поезд. Потому что я очень хотел поезд, и здесь где-то есть монетка. Она, по-моему, наверху лежит, я точно не помню. Судя по всему, да. Только как туда залезть? Очень хороший вопрос. А, я ее подобрал. Она лежала, видимо, на коробке. Или сверху. Короче, я ее не заметил, но она здесь была. Может, еще здесь что-нибудь припасено интересное? Ничего не пикает, да? О, здесь еще что-то пикает. Еще одна монетка есть. Я ее не вижу. Кстати, когда вот ее не видишь, и очень раздражает это. Ладно, мы вот здесь вот поднимемся наверх. Мне кажется, я ее найду. Что она не здесь? А где она? Я ее вообще не наблюдаю. Но она пикает, как не знаю что. Вот она все время так начнет пикать, и ты не знаешь потом, что с этим делать. Может, она на улице вообще лежит? Твою мать, сраные монетки, а? Они меня все время... Начинаешь за ними охотиться. Вот тут еще лестница. Твою мать, где... Во, да, вот она. 83 еще осталось. Вообще, золотые монетки здесь очень ценная валюта. Но нам пока не приходилось ей пользоваться. И, надеюсь, не придется. Короче говоря, нам нужно купить поезд. И поезд, в общем-то, у нас состоит из локомотива. На выбор, увы, только один. Да и, в принципе, этого будет хватать. Какой-то тем 2. Я, извините, я вообще не шарю в поездах. И мне все равно. Я очень люблю смотреть, как ездят паровозики. Но, в общем-то, пофигу. И, соответственно, нужно купить к нему каких-нибудь вагонов. Тут на выбор есть целых 5 разных вагонов. Есть полувагон. Он на 70 кубов и перевозит всякую сыпучую хрень. Есть крытый вагон, который вмещает в себя 100 кубов. Всякой хрени, которая идет в мешках, в коробках. И, в общем-то, на данный момент у нас с тепличек идет такая продукция, которую можно этим самым вагончиком возить. Еще есть хоппер-зерновоз. Он, по-моему, на 100 кубов тоже. Не, на 94 куба он. Он возит чисто зерна всякие. Короче, нам не подходит, потому что грунт он не возит. Хотя, может быть, когда-нибудь мы и купим и такой вагон. Есть еще лесовоз для того, чтобы возить деревья. Он дешевый и возит деревья. И прицеп-платформа. Говорят, на нем даже технику можно возить. Она там как-то крепится. Потому что ребята из манускрипта, они просто красавцы. Я каждую серию говорю и я за свои слова отвечаю. Оборудованы ремнями. Но я где-то читал, что можно даже технику возить. Типа, они сделали это. Она там фиксируется. В любом случае, нас сейчас интересует локомотив и вот такие вот два типа вагонов. Соответственно, возьмем по три вагона каждого типа. Потом, когда у нас будут деньги, мы сделаем два состава. По шесть вагонов каждого типа. Сейчас денег на это нету. У нас есть миллион двести и мы его сейчас нахрен весь потратим. Короче, в любом случае, нам нужно купить локомотив и нужен какой-то бортовой номер к нему. Я не знаю, из четырех символов будет, в общем-то, вот такой номер. Я не знаю, почему я именно его выбрал. Но пускай будет такой. И мы его, в общем-то, покупаем. И тадам, вот он появился. Классный. Посмотрите, он правда классный. Машинист работает в одно лицо. РЖД, Приозерск, все дела. Очень здорово сделано. Я только не наблюдаю бортовой номер, который я придумал. Где он написан? Он, видимо, нигде не написан. Не знаю, зачем это надо было делать. Везде 0, 1, 2, 3. Ладно, не суть важна. И сейчас нам надо его отсюда отогнать, потому что нам надо купить вагоны. А вагоны будут спауниться прямо здесь. Мы, соответственно, надо, короче, отогнать локомотив. И мы в него вот так вот залезем. И тут есть еще камера. И здесь все анимировано, кстати. А управление не такое, как на тракторах. В общем-то, своя механика. Если кому интересно, читайте справку. Я не буду об этом рассказывать. В общем-то, мы заводимся. Сейчас он тут раскачегарится немножко. Наконец-то у нас появился поезд. Точнее, это еще не поезд. Это просто локомотив. Но сейчас мы докупим вагонов. И это будет настоящий поезд. Короче, вот так вот тыкаем передачу. И давайте немножко добавим оборотиков. Чтобы он покатился вперед. Я не знаю, как это правильно называется в поездах. Я вообще в поездах не шарю. Но я их люблю. Вот. И, короче, выезжаем из депо и тормозим нахрен. Ставим на нейтраль. И нам нужно купить себе вагоны. Короче, купим 3 полувагона и 3 крытых вагона. Мне кажется, так будет самое правильно. В общем-то, первый пускай будет... Да, тут, кстати, вагоны есть разных цветов. И это классно. Короче, возьмем один темно-красный. Сейчас надо его подцепить. Потому что его надо оттуда убрать, чтобы купить еще один вагон. В общем-то, это немножко геморройная процедура. Я ее, наверное, даже вырежу. Хотя, вам же интересно, как цепляются вагоны. Они, короче, вот так вот цепляются. Нужно просто к нему подъехать медленно. И они подцепятся сами. Вот так вот. Тыдыщ, смотрите. Пам. И все. Вагон подцепился. Сейчас нужно, опять-таки, его отсюда убрать. Уже с подцепленным вагоном. Потому что следующий, который мы будем брать, будет спауниться на том же самом месте. Как-то так это работает. Что еще самое прекрасное. Можно камеру по вагонам пускать. И есть разные камеры. И мы для того, чтобы подцепить вагон... Давайте сначала его купим. Хочу себе зеленый вагон сейчас. Чтобы был зеленый. Вот он появился. В общем-то, можно вот так вот их аккуратненько цеплять. Аккуратненько вот так вот подъехать. И аккуратненько, соответственно, подцепить. Пау. И все. Сцепочка есть. И все у нас прекрасно будет работать. Ну и друзья. И смотрите, какой у нас классный паровозик-то. И на нем прицеплено целых шесть вагончиков. И мы теперь сможем возить все в довольно-таки больших объемах. И я очень этому рад. Он реально классный. У нас все контракты выполнены. Но я думаю, что имеет смысл выполнить поставку, например, на сою. У нас она не растет. На томаты пока что нет смысла. Потому что томаты еще не выросли. Ячмень вырос, но не созрел, наверное, еще даже. И мы его не убрали. А вот сою можно выполнить поставку. Потому что у нас осталось всего 20 тысяч. И нам надо будет покупать рассаду и всякую другую хрень. Семена. Поэтому деньги нам в любом случае нужны. Хотя у томатов уже 90% плодоношения. Но тут их осталось довольно-таки мало. Нет смысла, короче. А еще, кстати, есть более интересное мероприятие. Есть контракт на сою. На 68 кубов. А у нас сколько? 70, да? А у нас всего 60 953. Мы не сможем выполнить контракт. Обидка, однако. Не, можно, кстати, его докрутить до 60 кубов. Но и цена у него будет. А хотя цена у него будет, смотрите. 831. Это больше, чем наша поставка. Мне нравится такое. Еще вопрос, куда это надо будет везти. Просто раз мы купили поезд, надо им воспользоваться сегодня, правильно? Миссия-то так-то выполнена, но все равно надо воспользоваться. Ладно, поехали на базу. Тут, кстати, насчет поездов действуют все правила дорожного движения. И сейчас горит красный свет. И если ты проедешь на красный, у тебя будет минус рейтинг. Поэтому надо договариваться с диспетчером, чтобы тебя пускали. Для тебя открывали маршруты. Чтобы не было трафика в это время. Короче, заморочено по полной программе. Ну, не по полной программе, но очень юзер-френдли. И для фермы это очень заморочено. Короче, садимся в локомотив. И есть такая менюшка, ЖД маршруты. Выезд на магистраль запрещен. Выполняются технические работы. Осталось 22 часа. Твою мать. Неужели сегодня мы не покатаемся на паровозе? Это просто не повезло, друзья. Короче, где-то ведутся технические работы. Поэтому все, что мы можем сделать, это заглушить наш поезд. И любоваться ими. Значит, на поезде мы кататься будем уже в следующий раз. Я, в общем-то, всех поздравляю с этим событием. Я, например, очень рад, что у нас появился поезд. Я люблю поезда. В общем-то, кататься будем в следующий раз. Ладно. Тогда, друзья, смотрите, что я буду делать. Давайте вернемся на базу. Я надеюсь, ночью там поезд не сопрут. Там было написано, что он охраняется. Короче говоря, на бирже контрактов есть контрактики. Вот всякие канолы, клубнички. На клубнику посмотрите, классные контракты. Их много. Вот, я их, в общем-то, все возьму и забью опять склады. И в следующий раз мы покатаемся на поезде. А еще, возможно, перед следующим разом пройдет стримец, на котором мы будем зарабатывать бабло на контрактах. Потому что надо прокачивать лояльность. И, в общем-то, поболтушечки каким-нибудь устроим. А вы, товарищи, не забывайте про то, что если вы не подписаны, то надо нажать на кнопочку подписаться, чтобы не пропускать следующие серии. И чтобы стримы не пропускать, потому что на стримах у нас весело. А еще иногда ко мне приходит Евлампий, и с ним становится еще веселее. И не забудь поставить лайк, чтобы доказать всему миру, что ты не сосиска. Потому что сосиской быть обидно, тебя тогда сожрет кот. Представляешь, как обидно быть сожранным, таким ничтожным созданием, как кот. И да, комментарии. Не забывайте про комментарии, их должно быть дохренище. Давайте устроим дохренище комментариев. Я буду рад тогда. Короче говоря, всем огромнейшее спасибо за просмотр. И за то, что вы досмотрели до этого момента. Много людей досматривают до этого момента? Я думаю, нет. Короче, если ты досмотрел, то ты молодец. И спасибо тебе за это. И в общем-то, всем всего доброго. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова